1812 год необычайно насыщен событиями, которые за прошедшие 200 лет засканально изучены в истории. И было это просто с вами на деле сегодня, слушая доклады очень детально. Тем не менее, в последние годы специалисты говорят о необходимости обновления в обнимательной истории этого периода в целом и отечественной истории отечественной войны, включение в нее новых подходов, связанных с его историческими проблемами. Здесь следует о том, чтобы лучше хранять человека в привальных условиях войны и военнослитетической в начале 19-го века. Особенности коммуникационных взаимодействий перед военно-воевоевым объектом и причудливает приобретение различных контекстов, положение масштабов и т.д. Постепенно в изучении такого очень многогранного и насыщенного года управляются такие проблемные поля как истории повседневности, интеллектуальные истории, истории идеальности, истории презентации, истории памяти, визуальные истории и другие ульянки от технологически ориентированных исследований. Однако, поскольку историческая топология – это международная практика, при ее реализации на воздействии от 12-го года вызывает целый ряд проблем в теоретическом истологическом образе. Я хотел бы поговорить о них примитивно к теми образам, которые посвящены вам созданию нашей инфляции. Вот они куда-то узнали. И туда именно просила я поставить свой показатель. Речь происходит о том, что такое образ и с кем так с ним работали в Сунице. Ну, чрезвычайная есть сложность объекта рассмотрения и его многомерность, надеясь, способствует созданию тематичности, и все равно не будет быть еще то, что вот мы работаем в каких-то, вот таких чрезвычайных обстоятельствах. Слово образ в последнее время, наверное, самим чувствует, необычайно популярно только в нашей последневной жизни, но и в науке, в том числе и в периодах. Предмет не боя, который у нас присутствует, с конъективным бесконечным разнообразием в жизни. Образы власти, образы времени, образы страны, региона, социальные звуки, личности, врага и так далее. В историческом сообществе это слово все чаще встречается в названиях книг и статей, научных проектов и диссертаций, но не менее, как в судении, историки используют его как лично самой образовывающейся. То есть, по сути, о нем особенно не задумываются. Вот образ и образ, что на этом строительстве, проекты, а тут другие, в общем-то, и неважно. Между тем, в системе образу связаны ключевые проблемы современного познания, такие, например, как расправленные реальности, сознание, другого с большой буквы тела, времени, пространства, опыта, аффекта, языка опознания, языка описания и так далее. Все эти сюжеты имеют междисциплинарный, точнее, трансдисциплинарный характер. Кроме того, проблематику образов входит в сложную философскую проблему видимого милизмова, в проблему проблематику антропологии взгляда и проблематику визуального. Не случайно образ является стержневым сегментом двух новых грандисциплинарных исследовательских полей, которые формируются в познаметре уже 20-21 века. Это изучение визуального и так называемые телесные подходы. С исследованием визуального связывают обновление антропологического подхода к гуманитарным познаниям. Некоторые аналитики говорят даже о формировании особой исследовательской парадигмы, открывающей новые грязи для человеческого любопытства и научного происхождения. Все интересные ориентированные подходы к познанию получается, что в это самое познание нагружено не только теоретически, как считалось ранее, но и телесным. Интеллект, я цитирую, требует тело и проявляет в себя во взаимодействие тела, мотра и окружающей среды, пишет специалист из наших известных выпускников. Произошедшие в последние десятилетия трансформации в мире и науке привели к тому, что личность ученого оказывается включенной в исследовательские пространства. Как известно в позитивистской традиции, она должна была быть иллюминирована. При этом, условия разрастающей визуализации окружающего мира в заключении о диалектике видного-невидового в процессе исследовательской работы становятся одной из составляющих совершенствования техники наблюдения понимания. Это предполагает комплексное рассмотрение понимающего образа, который построился на основе самых разных условий. неизвестно, что в обширном мире более 10-ти образы различаются не только тексты, но и различные предметы, изображения, церемонии, ритуалы, символы, жесты, природные объекты, музыка, архитектура, а также все то, что временные антропологи называют мышлением тела, короче, т.е. эмоции, аффекты, запахи, такими ощущениями и прочее. Ну, довольно известно, что образы делают историю видимо. Есть такая мысль. Она подышка. Но как это происходит? Таким образом? Что делают историки, когда думают, что изучают образы? Что такое образ вообще? Так он функционирует. Ну, где функционируется? Чем отличаются образы венциальные, интербальные, от образа визуального? Как соотносятся образ и изображения? Это то и то же и транзит. Почему образы как не будет использоваться в политических целях и так далее? Ясных ответов на вот эти вопросы и другие. И соответствующие практические рекомендации и исторические технологии, насколько я понимаю, пока не найдены. Однако я уверен, что нужно осмыслить по народу подходов к этой сложной проблематике. И это необходимость председать потому, что конкретному исследователю, который продолжает формироваться в рамках сапинарной специализации, и не только в нашем здании, трудно следить за теоретическими инновациями, которые не связаны со стереоизмом непосредственных интересов. Кроме того, я уверен, что сегодня без качественной истории науки и истории, отвечающей на вызовы времени, для невозможно плодотворное между сапинарной специалистами. В последнее время движение историков с септорией опыта сменится на комиссию. Если раньше это понималось преимущество людей и спринялись к атеропии, то заказы веками эту территорию пишите в начале специалисты по новой истории, а в последней экспертизе по новичке. Впрочем, идущие в этом процессе всегда были, конечно, мемеристы, в силу понятных мнений. И мы сегодня, как это не странно, лучше знаем историю образов семьи, чем их историю в новичке. При этом существует базовый подход к образам. Первый наивный, основанный на деле в аутентичный характер аргумента, который видит чистое телительство, содержащие ценную объективную информацию, а второй специализированную, при которой визуальные средства рассматриваются лишь как часть вспомогательной. Это история и так далее, и так далее, и так далее. Для чистой части истории продолжается относиться к образу важной реализации. В то же время, минимальная история предполагает, что необходимо применять в механической продукции традиционную практику пиццы источники, поскольку всякий образ создан в определенном контексте, и его определенным образом использовали, что во многом, в общем-то, определяет содержание и не позволяет им видеть просто отражение явно. При этом образы рассматривается не только как продукт истории, но предполагается, что они сами творят истории, создают. Ну и, конечно, национальные стереотические традиции пронимательного образа освещаются фразами. Визуальный геритектор Альфаворов, как естественно произошло во вторых их 90-х годов, Родина его считает штатой, но довольно активно визуальные исследования ведут в других штатах, в том числе у нас. Хотя, важно сказать, что наши истории не сразу познакомятся с новейшими визуальными исследованиями. Да и отечественные сознания обменяются медленными. Тем не менее, появившиеся недавно ниже статистические исследования нашей отечественной авторе, который относится к образу и связанно с ней историческим инновациям серьезно, показывает, что в нем содержится мощный обновляющий поток на всех уровнях исторических операций. Я не имею в виду работы Игоря Афгантовича наше строительство, ученый в связи с ним. Я имею в виду работы Галины Орловой, работы Дешенковой, то есть есть очень интересные исследования, которые изучаются образы настоящие, как они должны изучаться. Изучаются истории. Ну, чтобы начать строительные истории, я специалист по истории в фантусской истории. По фантусской истории в последнем основе изучение образов связано, в первую очередь, с исследованием исторического воображения, то есть того аспекта жизни, который неотделим от победы человека, и так далее. Такие исследования, когда остаются методологические инфекции, очень активные, и стимулируют обновление исторического истории. Чтобы в этом убийстве достаточно прочитать, как изучаются образы русской истории ментальности, истории и истории репрезентации. Вообще, надо сказать, что с первого воображения стал объектом пристального внимания историков, именно французские истории ментальности. Изучая некий остаток исторического истории заместального инфекционирования, детальной атмосферы, установив сознание произведения, основывая представление в разной исторической эпохи, французские истории не только обнаружили целую культуру, но и проблематизировали дикторию их журналисты. В 70-е и 80-е годы исследуя воображаемую 800 государственных историков опирались на диктали реальное, идеальное, вражесоставляющее, который был социально-экономический детермини. Воображаемое приняло прежде всего как способность передавать реальность иной вид, чем нет способности ее создавать. консидуироваться. Но были такие работы, в которых воображаемую эксперт преддавал именно вополную реакцию. Так, например, известный специалист по 18-х совету, Владислав Бачка, вел науку синтем социально-воображаемое, очень продуктивную оказавшуюся. И хотя научничную установку, в которой воображаемое помещается на стороне нереальности пространялось, но с реакцией появился интерес воображаемого не только как одной из функций реальности, но и как одной из ее форм. В полиции презентации, основная содержательная кратильщика, которых сегодня не представление, а изображение, происходит в полиции туристических установок экрана неизвестно, и было связано социально-экономическое и культурное, исследование, учитывая их взаимодействие динамики. И мы рисовали здесь, чтобы вписать субдомные взрослодающие в тот же город, где живет и действует человек, отказавшись от пересекания этажности исторических планов, то есть привычных историков экономика, в собственном политическом культуре. Водная рефрезентация, как мне кажется, фантузки, то есть нашим политологическим исследований, в котором поднурение на существуют создательные и вистоснаки, воображаемые идеологические активные индивидуальности. И таким образом удается уйти от распространенного традиции и вистоснаки. Впрочем, и понятие рефрезентации тоже связано с определенным дуалитмом. Но это дихотомия рефрезентированного и того, что в итоге получается. То есть дихотомия невидимого и видимого. Причем это уже не меметически воспроизводство реальности, но в результате ремонтного способа видения, то есть визуализации. Очень хорошо об этом описал Васовский не только Бережалянский здорово. Как он изучает область на вечное время. Он устал и нам сообщает больше о обществе, которое на него смотрит, чем на себя саму. Я напишу один из примеров. Здесь неизвестно возникает властное отношение, а значит и перформативное умиление актов и ремонтации. В этой сези новое развитие, полученное исследование церковной культуры, противоположность того, что история ментальности была озабочена исследованием культуры народа. Понятие депутации, которое активно вошло в гуманитарное познание в 1980-х 90-х годов, помогает историку наследовать идеи, представлений и практики, навекая способы думать, действовать, чувствовать, свойственно и людям в разные исторические периоды. Изучение истории как мирокоммуникации, которая конституируется не только рационально, но и при самом активном участии воображения интересности, то есть опосредован облаками, ментальными, индивуальными, таксильными и прочими. исследования этого слова непроблематики способствуют те, в частности, устоявшиеся для интерпретационных схем, подходов и микрон. Более того, в русском такого подхода открываются новые возможности для решительного обновления данных, которые говорят не простят нас. Ну и несколько слов нашей традиции строение на станции визуального проекта начинается, однако также в различии авторских авторских инфекций в том числе в обзорных отделах посвященных исследований истории. Но о том, что дискурс соотражение он не устарел, говорят во многом, в том числе историки и специалисты поисков учеников. Тем не менее, даже теперь когда второятно, что историк имеет историку с реальностью, какой-то с эффектом реальностью, что исторический факт недавно а конструкция, что основным актом, с которым является акт коммуникации этого выражения глоба, для нас в основном это знание действительно студентов, объекты, дочи, я в общем так считаю это естественным. Кроме того, как заметил один наш философский образованный, мы здесь инфицированные школьные теории, множественные образы. Между тем, я его цитирую. Это понятие отлично и хорениться в натуралистической эстетике и умножительной технологии 19-го века, не имеет хождения ни в одной другой национальной празднике, не выдается научной трактовке. То есть, вообще-то опыт существует, однако, как ясно сегодня, их способ бытия и умножения суткова совсем иннее, чем полагала академическая литература книга сто лет назад. Ну, среди детей из раннего в общем-то отводят эти исследования. Например, психолог Елена Петровская, которая создала специальную книгу всего образа, делает это, проблематизируя одну самую представительную не только нашей научной традиции школу семиатического и вечернего образа. В основе образ понимания населения физических познаний, которые имеют семиатическое содержание и в смысле хорошо выиграть исследования. Ну, такой вопрос очень широкий созданет в практических туристах. Они описывают свои источники, заявляют в семиатическом статусе и далее выявляют интересующий образ оперативно-сематический, анализ висковых средствах и визуальных взятий изображений. Лучшая книга у нас, это книга такого рода, это книга Степана Игоревна Лучицкая, образа Другнова. Вы, 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 где и не соношла, в 2001 году еще. При этом образ, то есть, в ситуальных источниках образов не стоит в этом случае работать примерно так же, как работало классическое искусство знания, поизделений и памятниками искусства. При этом образ и изображения, как правило, принимаются все новыми. Между тем, в ситуации и фиксии эти два понятия давно разведены. Визуальный образ включает не только видимое, но и невидимое. Иными словами, да всяким образом стоит событие, коммуникация, система отношений, которые делают доказательства, принимаемые. И в поле зрения взрослых ученых, изучающих образ, все чаще повторяют тела, и вот анализируя на то, что философских, культурологических и исторических людей, которые связаны с проблематиками личного образа, один из специалистов приходит к следующему заключению. Образ не таится в тайне художественного произведения и не встрет в глубинах нашей душевной жизни. Он случается в близком проблематичном пространстве нашего телесного опыта, динамичного приводействия субъекта Советов, который в пределе обменяется сзади этой галактики. Ну, я хотел бы сказать, что... Телеса вот эта специальная вопроса, но, в принципе, нет времени. Благодарю за понимание. Спасибо. Я хочу спросить, что сегодня разное выступление были по вовремя 12 вопросов. Скажите, пожалуйста, вот эти ваши теоретические выборы, которые я вам интересен прочитать, как вы и сами применяете изучение в вовремя 12 вопросов? Я изучаю в вовремя 12 года и изучала. То есть, это у нас научили так изучать в вовремя 12? Ну, я думаю, что, если бы сами готовы, то мы бы вам рассказали, как это делать. Ну, хочется пока что у меня тут неизвестные анимандары на нашу вовремя. Спасибо.